Сравнение большого контракта и малого. Это статья, которая была напечатана в феврале 6-го года и выставлена на интернете. В компании трейдеров, которые кучкуются друг с другом и делятся информацией. Опрос. Кто что думает, когда умрет большой контракт? Тот контракт, что торгуется в Питере. Поэтому тема называется «Конец большого контракта». Фьючерсов на СИП. СП, что большой контракт, который торгуется в Яме. Фьючерсов на индекс СИП 500. Так называемый «Cash Index». СП – это символ. Этот контракт также торгуется электронным путем, когда Пит не работает. Сейчас этот контракт можно отслеживать электронным путем во время торговли Питом. Хотя информация из Пита немного задерживается. И С – это и мини-электронный контракт. Он почти идентичный большому контракту. В том плане, что он в основном торгуется в те же самые часы, но он стопроцентно электронный. СП – «Добеги» в 5 раз больше, чем ИЭС. ИЭС был гениальным изобретением Chicago Merck. Он был рожден в октябре 1997 года. В то время СП-контракт торговался за 500 долларов за пункт. И с рождением ИЭС это было изменено. Вместо 500 с тех пор СП движется 250 долларов за пункт. В январе 2006 года ИЭС имени Фьюферс-контракт отпраздновал юбилей 100 месяцев. В феврале 2006 года была написана эта статья. Сейчас вы смотрите на график, который отражает объем – это в миллионах – объем за месяц на то время между большим контрактом и маленьким. Начиная с 1997 года, со дня рождения имени и заканчивая февралем 2006 года. Любой человек может сказать, что тренд одного контракта вверх и тренд большого контракта вниз. Объем на ИЭС был пересчитан с расчетом 5 к 1. Так что оба контракта сравниваются по-справедливому. График показывает объем торгов на ИЭС, на СП и общий объем торгов. Общий объем добавлено желтенькое. С октября 1997 года мы видим только один тренд. Все меньше и меньше контрактов торгуется на СП в 5. И все больше и больше контрактов торгуется электронно. С даты рождения мини-контракта объем торговли большого контракта уменьшался в среднем на 8 тысяч контрактов в месяц. Но за 3 года до написания этой статьи произошло ускорение в падении объемов. Последние 3 года с 3 по 6 каждый месяц объем контрактов уменьшался на 20 тысяч контрактов. Поэтому было предсказано, что если тренд продолжится, в 2009 году яма умрет. И две точные даты были вычислены. В одном случае умрет в сентябре 2013 года, в другом случае умрет в январе 2009 года. Было предсказано, что это очень консервативно. Что на самом деле падение объемов будет ускорено. И яма умрет намного скорее, чем январь 2009 года. Поэтому с учетом этого ускорения было предсказано, что яма умрет в январе 2008 года. Также был произведен опрос, и каждый месяц данные обновлялись. Вопрос стоял просто. Когда вспушка перестанет торговать? 58% трейдеров сказали никогда. Примерно четверть или треть сказала, что очень скоро. Так что нам нужно здесь работать, как мы работаем с трендом. Пока тренд не умрет, рано разворачиваться. Пока ПИТ торгует, рано говорить о его смерти. Это брошюра, которую вы можете найти на веб-сайте в Семи. Немножко из главы способы трейдинга, а именно Open Outcry или ПИТ. И электронная торговля, когда каждый покупатель находит продавца электронным способом. Изданно существуют способы проводить сделки между покупателем и продавцами. Раньше это был базар. Так биржа начиналась, как место встречи покупателей и продавцов, которые делали сделки. И ямы, ПИТы стали прогрессом по отношению к базару. До компьютерной революции эта торговля была намного медленнее, и технологии практически не использовали. Последние десятилетия технологии практически изменило весь бизнес. Компьютерная технология, огромная часть Open Outcry, огромная часть работы ПИТа. Как вы видели на картинках, ПИТ окружен электронными табло, на котором все квоты выставлены. Также у всех в ПИТе есть ручные компьютеры. Поэтому, когда совершается сделка, они вводят ее на компьютере, наручном. И это мгновенно идет в центральную датабейс. И таким образом трейдинг процесса стремительно ускорился. И, конечно же, революция произошла, когда наступил электронный трейдинг, где покупатель и продавец встречаются виртуально. CME – посредник для обоих торгов. И в ПИТе, и электронно. Все, что нужно сделать в CME, надо match, а именно свести покупателя с продавцом. Будь то электронным способом, или в ПИТе. Вокруг ямы – электронное табло, которое показывают данные на самые важные индексы. С Нью-Йоркской биржи акций, с Нью-Йоркской биржи фьючерсов, и также с СИБОТа. Время обозначено буквами. Каждые 15 минут присваивается буква. И каждые 15 минут звучит сирена. Для удобства, те, кто записывает на бумаге, они обязаны принести свои заказы каждые 15 минут, или отметить каждые 15 минут, на какой букве, в какое время была совершена сделка. На всякий случай, если возникнет вопрос позже. Все брокеры и трейдеры должны записать буковку на каждом ордере. Остальные табло поставляют мгновенные данные, информацию по объемам, по тому, как торгуются сами индексы, новости. Итак, в видеотабло указаны. Символ, какой месяц торгуется. Открытие, а именно диапазон открытия. Хай сегодняшнего дня, лой сегодняшнего дня. Примерный объем на сегодня. А также последние 7 изменений в цене. Также изменения на день. Закрытие, цена хай года и лоу года. Это постоянно сведется на табло. Мы не забываем, что CME это посредник. И он обеспечивает мгновенную торговлю между участниками электронной или в ПИТе. Поэтому цены всем поставляются одновременно. И электронным торговцам, и ПИТовым торговцам. Таким образом, CME это большой базар, который включает в себя ПИТ, а также электронную торговлю. Главное отличие между ПИТом и Trading Electronically. Нам не нужно покупать СИТ. Нам нужно иметь счет у брокера, который в свою очередь имеет контракт с CME, который гарантирует, что у нас на счету есть деньги. Брокер исполняет наши сделки через электронную платформу CME. CME поставляет реальные данные о ценах, а также реальные данные об объемах, количестве контрактов, которые доступны, чтобы купить или продать на различных уровнях цены. Понятие Trading Day включает две сессии. Globix сессию и ПИТовую сессию. То, что называется Regular Trading Hours. Если данный товар торгуется в ПИТе. Все товары, которые торгуются на Globix платформе, разделяются на три группы в зависимости от часов торговли. Side by side или плечом к плечу можно перевести. Та часть контрактов, которые торгуются на CME платформе Globix, и в течение части дня одновременно торгуются в ПИТе. Далее товары, которые существуют в электронной форме, ПИТа для них нет. И также есть After Hours Electronic, когда ПИТ закрыт, но вы можете торговать этими контрактами на той же CME Globix платформе. Как только этот товар перестает торговать в ПИТе, вы можете им торговать электронным способом. Как вы видите, основы размещения ордеров, заключения сделок, подтверждения сделок, Clearing в принципе одинаковые с электронным трейдингом и системой площадки Open Outcry. Покупатели и продавцы сводятся через посредника. Трейды подтверждаются, счета утрясаются. Settled, Mark to Market, когда заканчивается сессия. Что отличается? Нам за компьютерами не нужно изучать ручные сигналы, нам не нужно стоять в яме. Наш бизнес – сидеть за компьютером, стучать по клавишам и нажимать на мышку, вместо того, чтобы торговаться лицом к лицу. Один контракт, две платформы. Трейдер может начать и закрыть позицию на любой платформе. Или в ПИТе, или на Глобиксе электронно. Например, я могу позвонить в ПИТ и сказать купить один контракт Юродоллар и затем ликвидировать эту позицию электронно. Потому что существует только один контракт Юродоллара, а не отдельные контракты в ПИТе и на Глобиксе. Это пример с Юродоллара. Вы можете догадаться, как это делается на СИПе. И в заключение, эта тема для меня очень скучна. Знания всей этой кухни не приносят мне никакой пользы и никакой прибыли. Я это делаю, потому что обещала сделать. После того, как закончу тему биржи, я вернусь к тому, что я делала раньше. Поэтому, кто хочет узнать больше на русском, на код.форум.ру СИП фьючерсы. Вопросы и ответы. Добрая душа поставила два линка. Видео на русском, объясняющее на прекрасном русском языке, как работает биржа для любознательных. И также брошюра на русском. Десять выборочных страниц из английской брошюры, которые переведены для вас на русском. Вы можете почитать, если вас интересует. Я перевожу вам страничку, которая мне показалась интересной, из брошюры CME на тему фьючерсы и опционы. В ней 132 страницы. Часть этих страниц переведена на русский язык. На этом мы закончим самый скучный ролик в мире. Это была Елена. Пока. Bye.